здравствуйте друзья знаете как в старину там письмо позвало в дорогу сейчас мы поедем в дорогу а значит о письме я поговорю но перед дорогой я его зачитаю я бы не стал наверное вообще на это письмо отвечать в силу того что мы много говорим на эти темы на нашем канале но я подумал что сейчас сезон ребята приезжают уже приехали наверное многие по work and travel очень много молодежи я думаю там десятки тысяч наших соотечественников молодых людей и у них общая проблема и вот с девушкой как письмо который я читаю мне 21 год я живу в российской федерации с детства знала что когда-нибудь перееду в сша в прошлом году впервые съездила по work and travel на четыре месяца и окончательно убедилась что хочу жить в этой замечательной стране я надеюсь только на себя у меня мало что есть для хорошего старта жизни в америке незаконченное высшее образование два курса из четырех не в самые востребованные области международные отношения не самого престижного вуза страны и нет больших финансовых возможностей но у меня есть огромное стремление переехать в сша я очень целеустремленный человек при этом далеко не глупо и быстро схватываю у меня неплохой английский я очень симпатичная как мне говорят люди конечно чё ж там 21 год то в общем я знаю что все в моих руках и нет ничего невозможного мне только нужен правильный курс действий я так по ходу письма хочу сказать что девушка думает что у нее мало чего есть у нее так много есть что вот дайте черпак сломается вот это все черпать сколько у него все у нее всего есть так пусть это не прибедняется в этом году я играю в green card 2017 видимо письмо было написано до до розыгрыша да с нетерпением жду результатов при этом я также еду работать по work and travel этим летом билеты уже куплены наконец мая то есть мы сегодня в 13 июня находимся девушка уже здесь и рассматриваю возможность невозврата в случае не выигрыша знаю что это очень непросто но все же хочу находиться в стране на законных основаниях у меня есть знакомые которые много лет живут нелегально даже без social security и судятся годами с государством насчет политического убежища ну оставим так без комментариев на такой вариант меня не устраивает у меня есть конкретный вопрос что мне лучше сделать в случае не выигрыша я хочу остаться в сша сразу этим летом но некоторые люди советуют мне вернуться и продолжит играть в лотерею в россии это огромный риск для меня потерять возможность остаться в сша этим летом ведь вероятность того что мне дадут джей ван третий раз на третьем курсе невелика еще меньше шанс выигрыша green card а я действительно жажду переезда в сша любыми способами но все же ищу для себя пути с наименьшими потерями в случае если я не выиграю green card и решу остаться как лучше поступить дальше смена статуса на учебный подача на политику или может быть фиктивный брак знаю что вам очень непросто будет на основе предоставленной информации что-либо мне советовать но ваше опытное мнение для меня на вес золота знаю также что выигрыш лотерею это не гарантия стопроцентное получение green card но если такое все же случится я сделаю все от меня зависящее что вы получите здесь для меня жизни нет я не боюсь работы готова работать на двух или даже трех одновременно также не пугают трудности которые встречают иммигранты в начале своего пути готова жить с руммейтами понимаю что ничего просто так не дается если хочешь чего-то достичь нужно для этого что-то сделать в россии меня ничего не держит я не связана с отношениями семьей у меня есть только самые мои любимые дорогие родители которые поддержат любое мое решение и никогда не будут тянуть обратно ну я в этом месте остановился там еще есть фраза что она думает может быть о нашей школе о профессии тестировщиков но не знает насколько ей это будет в масть вот и мы сейчас тронемся и поговорим об этом об этой ситуации потому что тот вопрос который девушка задает сейчас вот прямо сейчас вот когда я с вами говорю он интересует десятки тысяч людей я не знаю там какое количество из них смотрит наш канал но тем не менее если на жизнь кого-то это повлияет я буду очень рад я вижу очень много людей вот которые прошли через эту точку в своей жизни потому что у нас студентов много молодых ребят которые когда-то вот так приехали по work and travel и остались кто-то остался выйдя замуж эффективность брака вы понимаете что судить со стороны насколько брак фиктивный или по любви там или что я не не могу и тем более мне говорят может быть вы посоветуете эффективный брак я не я не буду советовать эффективный брак то есть если девушка придет к такому решению она сама к нему придет я не я тут не советчик и не помощник и всякая вещь которая является как бы сказать незаконный причем это данный эффективный брак это очень сильно незаконная вещь очень сильно я я такого советовать не буду значит если сами там давайте без меня но действительно люди выходят замуж девочки выходят замуж тем более симпатичные возраст такой нормальный вот и по-английски говорит но это один из путей то есть очень многие девочки выходят замуж это это массово они знакомятся у них тут масса возможностей и так далее второй вариант политическое убежище и собственно все это было в письме перечислено я вижу очень 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 много людей которые пошли на политическое убежище следующий там было студенческая виза перейти на студенческую визу можно но это же не является решением иммиграционного вопроса это решили это позволяет продлить легальное пребывание в стране какой-то ценой да то есть вы должны будете платить там за учебу какое-то количество времени присутствует на занятиях там и так далее это стоит денег наверное можно там как-то нелегально подрабатывать но но в общем это такой путь в никуда я знаю девушку одну она на форуме говорим про вес модератор так она десять лет было до студенческой визе десять лет и она подрабатывала тяжелую работу делала там ну ну то есть вот если вы почитаете историю ей досталось будь здоров но в итоге через десять лет она таки вышла замуж за нашего соотечественника они там встретились поженились у нее сейчас все хорошо вот но десять лет поэтому студенческая виза это не решение это отсрочка решения иногда бывает что отсрочка она дорогого стоит я я ничего не хочу сказать да вот но из таких радикальных решений которые я вижу и которые вот девушка значит там описала политическое убежище и или брак вот вот собственно и и то и другое вполне подходит и и она не единственная в этом деле но мой совет вот какой я не обращаюсь в этом видео к тем кто не знает что ему делать вот если человек думает остаться мне или не остаться я я не вмешиваюсь это не мое дело и я не совершенно никак не участвую в таких такого рода решения я не поощряю людей к иммиграции абсолютно нет у меня даже мысли такой нет но если человек хочет а вы слышали это письмо и это это слова очень искренне очень убежденная человека который фактически дома у себя отрезанный ломать и такой уровень убежденности такой уровень решимости что я от нее кем надо быть чтоб не помогать таким людям я не знаю поэтому значит вот я к ним обращаюсь к тем кто определился с тем что они хотят сделать но у них есть сомнения как это сделать да потому что ей говорят езжай домой вообще странно эти люди вот они как езжай домой там учись и играю в лотерею ну то есть фактически же домой вот это вот лишнее вот это вот играю в лотерею это лишнее потому что никаких шансов выиграть его практически нет это но там это не такой шанс ради которого можно там было бы какие-то решения принимать и говорит так есть такая вероятность такая вероятность такое событие секой себя никакой вероятность там нет это не значит что никто не выигрывает но но в реально то мы же мы же жить у нас же жизнь на кону целая вот поэтому я много на форумах знаете года с 98 примерно скоро 20 лет как я на форумах иммиграционных общаюсь и я видел очень много историй очень много грустных историй когда люди не знали что им делать поехали домой а дальше уже не могут снова попасть сша а им крышу снесло во время этого work and travel а особенно когда вот он тут было потом домой вернулся и у него вообще все поплыло перед глазами это очень массовый они уже ни о чем думать не могут а уже все ну или скажем так уже сложно уже не уже много лет уйдет пока им это удастся если удастся вот поэтому если девушка на нас нацелилась да то я считаю что давай вперед не за не надо ехать обратно делай сейчас возраст хороший 21 год замечательный возраст главный потенциал девушки даже не в том что она молодая хотя это очень важно и что у нее английский хороший что совершенно бесценно но то что у нее драйв есть то что она готова преодолевать там какие-то трудности и так далее и когда человек готов сам что-то делать то каким-то чудесным образом знаете вот он так наступает на воду а она не расступается он идет и она идет по этой поводе девушка по морю аки посоху почему потому что вот она она сделала свою часть работы остальное ей дадут вот поэтому захочет тестером быть тестером будет захочет программистом будет программистом захочет там по бизнесу день будет по бизнесу я не знаю это ее делает она потом определиться это ей лучше будет видно потом но сейчас она приехала у нее есть какая-то работа она знакомится с людьми Она может остаться либо на этой работе Потом уже, но неофициально Может куда-то еще двинуть Слава богу, работы сейчас много Любой, за наличку Без налички, как угодно Официальный, неофициальный И подаст на политику И вперед, или там замуж, я не знаю Это как бы Сложно прогнозировать Знаете, вот политику, я там Приехал, вот адвокат, вот я с ним поговорил Вот там 30-го числа подаем документы Понимаете, с замужества я не знаю как Как с этим быть Мне иногда говорят, посоветуйте Как вот там Фиктивно замуж выйти Ну так, чтобы надежно Я тебе Откуда же возьму-то, я же не в уголовных кругах У меня такого нет Да А бывает, знаете, так вот Человек там Устраивает вот такие вещи А потом его раз, вот так И все его кейсы и посыпались Из депортации, со всеми делами Страшное дело Поэтому в этом риск большой Есть Давайте, может быть, камеру на улицу поверну Ребята, которые уже в стране Которые приехали по work and travel И уже у них, они почувствовали вкус Они Вроде язык нормальный, могут общаться Знаете, этот страх прошел Вроде и работа есть И они уже поняли, что они выживают на эти деньги Сколько он там заработал? 10 долларов в час Но он уже на них живет и выживает Да, с руммейтами Да, бедненько Да, там пешком где-то ходит Или там на автобусе Или что-то Ну, не важно Но уже деньги есть Он уже откладывает Он еще не научился тратить Так, как он будет тратить Через пару-тройку лет У него же практически там Расходов нет никаких Он все откладывает Может, там каждый месяц Там по штуке Там по полторы, по две В зависимости от того, чем он занимается И какой образ жизни ведет Поэтому, там, смотришь, там Три-четыре месяца У него уже и на адвокатах Миграционной Нормально Понеслось Вот Поэтому Те сложности, которые надо преодолевать В 21 год Вы можете преодолеть такое Чего уже не преодолеете в 28 Я уже не говорю про 35 Или 48 42 Понятия Поэтому Вам сейчас дан такой потенциал Которого нет у людей Которые, ну, близко нет В среднем, да У людей, которые у вас старше Там на 10, 15, 20 лет И которые тоже это делают Идут тем же самым путем Господи Я сегодня вот общался С женщиной Она Ну, сколько ей лет, я не знаю 44 Ей 44 года У нее 5 детей Старшая дочь Приехала когда-то По студенческой визе И училась там В другом городе А она Со следующей дочерью Со второй Они приехали сюда Ей было там 18-19 лет Ну-ка на желтенький Проскочим Проскочим Было 19 лет Сейчас, может быть, ей 20 Уже дочка хорошо зарабатывает Она у меня в школе училась Тестировщицей Сейчас старшая сестра Тоже пришла Вот сегодня я с ней познакомился И И она И вот она В подаче на политику Понимаете И работает Очень тяжело работает Там без выходных Ухаживает за бабушкой С Альсхаймером Вот И И вот они так живут И вот они работают И сейчас Сейчас они Через год, глядишь Там у них интервью будет Если успешно все пройдет Они еще троих детей Подтянут У них там Ребята на вырасте Тоже ждут Когда эти их заберут Понимаете В каких условиях Люди живут И выживают И там английского нет У мамы Ну и откуда он возьмется Если вот так с бабушками сидеть Ну потихоньку Ну потихоньку Ничего страшного Поэтому В 21-то Представляете Вот Поэтому Что тут сказать Я очень желаю девочке успеха Это наша девочка Наша Понимаете Она что-то там себя Принижает Говорит Там Не самый лучший вуз Там Из провинции Там Еще чего-то Еще что-то Да ерунда это все Не в этом счастье Люди там По три вуза заканчивают И потом чем-то еще занимают Это не важно Такая энергия Такая убежденность Такая целеустремленность Да это За деньги же не купишь У меня вон Половина вопросов Которые на канале Там Говорят Вот нет мотивации Как жить дальше Где найти мотивацию Что учить Пайтон или Руби Вот вопросы У людей Понимаешь Ну вот А здесь Собственно Одна дорога То есть вперед Не знаешь чего хочешь Это отдельная история Я не могу ничего сказать Но Но в данном случае Я могу только Сказать Ну Я уже как бы Уверен На сто процентов Там Там собственно Нет оснований Для колебаний Никаких Для сомнений Для неуверенности Ничего нет Там уже Все там на месте Осталось только Это Ну как бы Оформить технически Вот Так что Я надеюсь Ну как надеюсь Это не мое дело Но как бы Я надеюсь Что у девушки Все получится И она подаст Там Я не знаю На политику Выйдет замуж Там как у нее пойдет Ну В общем Что жизнь ее переломится И там нечего терять И как она говорит И все И когда ей будет Вот сейчас ей 21 Когда ей будет Там я не знаю 20 Ну в зависимости от замужества Или политики По замужеству Там Через пару лет А по политике Там Ну не знаю Чуть больше Она еще родителей привезет Если девочки 21 Так и родители же молодые Скорее всего Достаточно молодые Еще они тут поживут Как бы удовольствие от жизни Получат Очень-очень рад И за девочку И за родителей И хочу выразить уверенность В том Что все получится И чтобы не ходить по кругу Больше я На этом с вами друзья Расстаюсь Счастливо